Экстра бау! Вы смотрите самый народный топ в мире, топ 5 дай 5, и с вами я, ваш любимый видеоблогер Ли Кей. Многие из вас задумывались, что для хорошей жизни нужны деньги. И, например, вот эта пресловутая сумма миллион долларов. Однако, что бы вы сделали с этими деньгами, если бы они у вас внезапно появились? Так вот, мы решили узнать, на что вы потратите этот миллион долларов в первую очередь, если он у вас будет. И перед тем, как начнем, советую вам зайти вот на этот канал внизу. Комбинейшн создают идейные и оригинальные подборки на твои любимые темы. В общем, кликай и смотри. Лего, 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 лего! Тебя достала обыденность. Путешествие, вот что может вас развлечь, а на миллион долларов можно вообще по всему миру попутешествовать. Место номер 5. Путешествие, именно это слово, о котором мечтают многие жители Земли. Им просто надоела рутина и одни и те же сюжеты за окном. Возможность путешествовать по всему миру, не затрачивая особого времени, это прерогатива людей из 20-21 века. И вроде бы этим все и пользуются, но наибольшая проблема это деньги. Купить билет на самолет, сделать загранпаспорт, визу, зарезервировать гостиницу и отложить деньги на еду и сувениры. Ведь поехав куда-то, хочется отдохнуть по максимуму. Разумеется, путешествовать можно гораздо дешевле. Автостопом, останавливаться у знакомых, а если знакомых нет, то заводить. Но, к сожалению, наше сознание очень часто говорит, что так нельзя, что это небезопасно. Именно поэтому многие мечтают выиграть миллион, чтобы на эти деньги объехать все самые красивые точки мира, увидеть самые разнообразные народы, их традиции и культуры. А также отведать национальную пищу на ее родине, а не в суши-баре. Охлажденные обезьяньи мозги. Не все из нас в первую очередь думают только о самих себе. И поэтому многие наши зрители решили какую-то часть от этого миллиона отдать своей семье. Когда ребенок только рождается, в семье сразу же появляется множество затрат. Нужно и место, нужно и кормить ребенка, одевать, отдать детсад, школу, институт. Ваши родители вложили в вас очень многое, поэтому разумно, что вы хотите им тоже помочь. Приезжать и привозить продуктов, зарплаты, это, конечно, хорошо. Но вот выиграв миллион, можно обеспечить им старость. Отправить их в путешествие, купить небольшой домик, ну или же потратить этот миллион на создание своей семьи. Ведь за этот миллион можно и ни одному ребенку будущее обеспечить. Не на себя же одного деньги тратить. Одна из основных потребностей человека после еды, кислорода и питья, это собственное жилье. И иногда машина. И этот способ потратить миллион у наших зрителей на третьем месте. Место номер три. Для многих людей проблема с жильем, это потеря увесистой части своей зарплаты. Хорошо бы так раз и избавиться от этой статьи расходов. Ну или же приобрести апартаменты в той точке мира, где пожелаешь. Ну, кроме центра Москвы, конечно. С другой стороны, за миллион можно себе не только квартирку в каком-нибудь Таиланде прикупить, но и машину, которая стоит приоритетом у многих из наших зрителей. Правда, стоит помнить, что если ты тратишь весь миллион на машину своей мечты, у тебя, скорее всего, не останется денег на обслуживание и содержание этой машины. В этом смысле тратить деньги на что-то попроще гораздо правильнее. Никто же не отменяет возможности купить Жигуль и протюнинговать его на максимум. Чего не хватает геймерам? Подруги, сверхмощного компа, который будет без проблем тянуть не только все существующие игры, но и те игры, которые будут выходить в будущем, в далеком будущем. Короче, сверхмощный комп. Смотрим. Место номер два. Разумеется, почти большинство наших зрителей голосовало именно за этот пункт в этом топе. Все же хочется играть в игры без тормозов. Однако, покупка сверхкомпьютера, который способен, например, рассчитать оптимальное потребление топлива у космической станции, или просчитать десятки миллионов, триллионов комбинаций за несколько секунд людям, которые будут играть в игры, это же смешно. Давайте честно, никто из вас не будет использовать этот компьютер по назначению. Вам вполне хватит просто очень крутого компа. Но почему-то, я уверен, попади миллион вам в руки, вы бы купили наимощнейший из доступных за эти деньги компьютеров. Просто так, чтобы пунктоваться. Да и в КС с доткой порубать. Все. Eastern Union. Зарабатывайте на зарубежной недвижимости. Получайте деньги каждый день. Ссылка в описании. Ну и на первое место вы поставили возможность приумножить свой капитал, то есть вложиться в бизнес, чтобы денег стало еще больше, намного больше. Не знаю зачем, но очень много. Первое место. Разумеется, что же может быть лучше, чем положить миллион ваших собственных денег в банк под большие проценты? Правильно, вложиться в бизнес. Ведь, разумеется, все те, кто голосовали за этот пункт, знают, куда надо вкладывать и что покупать. Акции Apple или Samsung или какие-то еще. Проблема в том, что у акции есть такое свойство. Подниматься и падать в цене. Так что, накупив акции на пике, можно попасть в просаг. Проще уж в автоматы сыграть. Но, разумеется, есть возможность за эти деньги приобрести не самый убыточный и желательно прибыльный бизнес и стать во главе. Но для этого в этом надо что-то смыслить. Так что, вкладывать свой миллион в бизнес, идея на словах, конечно, интересна. А вот на деле это уже совсем другая история. И вы смотрели самый народный топ в мире. Топ 5, дай 5. А ввел его я, ваш любимый видеоблогер Ли Стивен Сигал Кей. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ведь именно там можно голосовать в топах. А также можете зафолловить меня во ВКонтакте, в Инстаграме, в Твиттере. Короче, все ссылки в описании под видео на Ютубе. И еще, кстати, да, у меня появился Твич. Я там лайвы провожу. В общем, можно со мной пообщаться. И все такое тоже можно на Твич подписаться. Все в описании. Все, я пошел. Топ провел. Баааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааай. Я буду рад, как удачно вложившийся в бизнес, если ты подпишешься на канал, а также посмотришь 10 редких аллергий и сыграешь в игру «Правда или ложь». Субтитры сделал DimaTorzok